Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился. А сегодня я побывала вот в этом красивом месте. Это пансионат Чайка. Мы с врачами американскими ездили сегодня сюда. И да, кто еще не подписался, подписывайтесь, оставайтесь на моем канале. Вы много чего интересного узнаете, ну и станете членом интернет-семьи нашей. Сегодня, естественно, я занималась не только со своими врачами, но и собирала травки, потому что в таком красивом месте не собрать травки, но этого быть не может, я не могу пройти. Мимо, во-первых, это экологически чистое место. Вот оно. Мне подарили вот такую фотографию этого места. Во-вторых, во-вторых, там чего только нет. Чего там только полезного нет. Ну и, естественно, мне нужно было сделать своим родным и близким салат. Что я для этого взяла? Я взяла вот такую вот звездчатку. Или она еще называется мокрица. Сейчас я вам ее покажу. Вот она. Многие из вас прекрасно знают вот эту травку. Она у многих на даче растет, особенно после дождя и ранней весной. Ее всегда много. Вот эта мокрица. Сейчас я вам ее еще покажу. Она, знаете, таким беленьким цветет. Вот такие у нее листики. И вот такие белые цветочки. Вы видите, да? Вот это самая настоящая мокрица. Она покрывает. Мы ее нещадно уничтожаем, убираем. Хотя, в принципе, этого делать и не обязательно, потому что она прекрасна. Уйдет сама, как только солнышко выйдет и наступит сухая погода. Потому она и называется мокрица. От слова мокрая. Но и еще вы не знаете, что это бесподобная травка. Она вездесущая травка. Она не просто так появляется у нас на огороде. В ней много аскорбиновой кислоты, каротин, витамин Е, А, В и витамины, ну, других групп. Дубильные вещества, сапонины, эфирные масла, органические кислоты, липиды, воск даже есть. Фитонциды, железо, немерено, магния, очень много, калия, кальция, фтора и брома, за что я ее и люблю. Причем суточная доза каротина содержится всего в 20 граммах этой травки. Содержание витамина С больше, чем в лимоне, в полтора раза, представляете? Хотя она и не такая кисленькая, практически вообще не кисленькая, да? А там есть витамин С и наличие витамина Е, содержание которого, вы знаете, в большинстве культурных растений практически нет, а здесь есть. И это, именно это делает мокрицу поистине уникальным подарком природы для человека. Итак, сок мокрицы помогает при болях в сердце, останавливает кровь, помогает при кровохарканье, особенно у кого-то умеркулез. Грудные боли, при заболеваниях щитовидной железы, у кого щитовидка, обратите внимание на мокрицу. Благодаря большому содержанию витамина С, мокрица – отличное средство для лечения малокровия и даже цинги. И, представляете, конечно, эта травка чистит наши сосуды, во-первых, она укрепляет сосуды и чистит их стенки от холестериновых бляшек, улучшает обмен веществ в нашем организме и расщепляет жиры. Итак, что же я с ней делаю? С ней много чего можно делать и даже мы будем о ней еще много говорить. Я скажу, что вот просто берете сок мокрицы, обрабатываете гнойные раны, которые долго не заживают. И если вы это делаете постоянно, у вас очень быстро ранка, ну через каждые 30-40 минут, вы заметите, что у вас очень скоро наступит заживление. Сок мокрицы – это прекрасный лосьон для тех, у кого высыпания на лице частые. Девочки, это травка для красоты, а значит, это наша травка. Дальше. Настой для лечения радикулита. Плотно заполним свежей травой трехлитровую банку, зальем полулитровой, ну где-то пол-литром водки и дольем водой, воды чуть-чуть. Настаиваем 21 день, процедим, отожмем. Ну, многие пьют курсами где-то по три недели до еды по трети стакана в день. Вот так вот. Вот. Но это именно когда такая вот, ну тяжелая форма радикулита, вы берете свою мазь, которую вы используете, и параллельно вот эта мокрица, говорят, что она очень помогает. Отвар. Я, конечно, предпочитаю больше отвары и в сыром виде ее кушать. Но об этом мы будем разговаривать. Сейчас я делаю вот такую вот вещь. Я беру капусту, несколько листиков мяты, которые также я собрала на берегу реки Чайки, а также я беру мокрицу, и я также там собрала родственницу руколы. Вот она. Вот это родственница руколы. Посмотрите внимательно на листик, не перепутайте это растение с каким-либо другим. Это родственница руколы, так и назовем ее. Родственница руколы. Ну и на вкус она такого орехово-горчичного вкуса. Еще напоминает немножко хрен. Вот. Но бесподобная полезная травка. Я сейчас о ней говорить не буду. Она нам понадобится. Также зеленый лук. Вот получаем, нарезаем вот зеленый лук. Немножечко я беру чесночок. Вот он. Я беру огурчик, капусточка. Эта капуста у меня молодая. И вот эта травка рукола. Дальше я использую. Что я возьму, дорогие мои? Я возьму... Подожжем, чтобы вам было красиво. Я специально поставила вам эту чайку, чтобы вы видели, где я собираю травки, в каких местах интересных. Вообще, где бы я ни была, там и собираю. Беру сейчас немножечко соли. Чуть-чуть. Давайте посолим. Немножко. Много не надо. Беру немножечко. Совсем чуть-чуть. Сахара. Столько же, сколько соль. Чуть-чуть. Вообще, я сахар терпеть не могу. Но здесь нужно добавить. Положили. Дальше. После сахара и соли я беру немножко соевого соуса. Так. Поливаю. Вот примерно это так. Все. Достаточно. Дальше, что я делаю. Дальше я беру немножко сок лимона греческого. Лучше, конечно, натуральный сок лимона. Но за неимением натурального. Хотя это натуральный сок лимона. Вот здесь написано 99%. Но я имею ввиду выжить лимон целиком. У меня нету сейчас лимона, поэтому у меня всегда есть вот такой концентрированный сок лимончика, которым я прекрасно могу залить свой салатик. Это сочетание соевый соус, лимон и немножечко соли с сахаром или с медом. Бесподобно. Дальше использую обычно вот такое масло. Вот оливковое. Вот оно мне больше всего нравится. Именно вот этой фирмы. Также добавляем. Вообще люблю добавлять в салаты оливковое масло. Или смесь масел. Немножечко оливковое. Салатное масло. Масло кунжута. У меня уже оно заканчивается. Естественно, я его куплю. Тоже добавляю. Но совсем немножко, потому что все-таки кунжут, он имеет такие свойства свои, специфические. Ну и еще одно масло. Это подсолнечное. Немножко, совсем чуть-чуть. Так. Дальше. Дальше мы все это дело перемешаем. Я не буду брать сейчас. Всякие штуки я... Все просто. Все просто. Сейчас перемешаем. Все это замечательно. Удивительно быстро делаю. Хорошо. С одной стороны взять вилочку. И с другой стороны. Вы можете заправить сметаной. А не вот всем тем, что я говорила. Вы можете добавить гамасио. Что я обязательно сделаю. Дальше. Что еще я добавляю в такой очень полезный салат. В этот очень полезный салат я добавляю перчиков. Потому что считаю, что также без перца нету салата. Хорошо салат не получится. Если вы не добавите сюда кунжут. Вот у меня всегда есть кунжут для этих целей. И я всегда добавляю кунжутика. И с кунжутным маслом очень хорошо сочетается. Вот и все. Если есть черный кунжут, можете добавить. И если есть лен, также можете добавить. Но я уже не хочу больше ничего сюда добавлять. Мой салатик готов. Я вас всех люблю. Целую. Будьте здоровы. Любите своих близких. Кормите их правильно. Пока-пока. Продолжение следует. Продолжение следует.